И так, дорогие друзья, Утролайф на телеканале НТС продолжается, и мы продолжаем готовить. Нет, мы не продолжаем готовить, мы продолжаем знакомить вас с классными, интересными гостями, которые у нас сегодня в студии. Это Вероника Юрченко, менеджер Wildberries, которая не только менеджер, но еще и занимается обучением, я так понимаю. Вероника, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, с чего начинается утро менеджера Wildberries? Утро начинается с чашки кофе, конечно же, и мы просматриваем кабинеты поставщиков, то есть кто такой менеджер, да? Менеджер, он занимается ведением кабинетов поставщиков, то есть мы работаем, то есть я, вернее, работаю совместно со своей командой. У меня 8 менеджеров, это как мамочки в декрете, также студенты и те, кто хочет реализовать себя в чем-то новом. И получается, я уже контролирую ведение полностью кабинетов, заказы, выкупы. Мы помогаем нашим производителям из Кыргызстана выходить на Marketplace. То есть они полностью спокойно занимаются пошивом, разрабатывают уникальные лекала и делегируют все продвижение, создание карточек на Marketplace уже, соответственно, на менеджерам. Кстати, вот такой вот вопрос у меня есть сразу, да? Почему сами менеджеры не занимаются тем, чтобы продавать? Потому что я так понимаю, что вы же все изнутри это хорошо знаете. Вы знаете, как продвигать, какую рекламу сделать, чтобы товар приобретался. Вот такой вопрос у меня возник. Ну, для того, чтобы быть селлером, конечно, нужны вложения. И это есть не у всех. Поэтому для того, чтобы быть менеджером, вам понадобится только ноутбук, ваше желание, конечно же, в первую очередь. И как бы все получится. Ну и знания. А как вы сами стали менеджером? Я начала эту деятельность с 2021 года. После карантина у меня пришла такая мысль, что нужно что-то менять. Потому что я себя постоянно искала в разных сферах деятельности, не могла себя найти. И когда оказалась на карантине, я поняла, что нужно искать какой-то удаленный заработок, который я смогу совмещать со своей семьей. И начала углубляться в мир маркетплейсов. И далее вот так пошло. Я попробовала себя, зашла с рубашками теплыми. И далее уже ко мне начали обращаться большое количество наших производителей из Кыргызстана, что мы хотим тоже выйти, но мы не хотим углубляться, изучать. Мы хотим вот просто вам доверить. Аутсорс просто. Да. И я поняла, что это в спросе. И начала уже заниматься обучением, брать в команду девочек. У меня также есть партнеры, которые со мной сотрудничают. И забирают всех моих менеджеров к себе на ведение тоже. Круто. На самом деле, я думаю, чтобы начать бизнес на Wildberries, нужно начать именно с менеджерства. Это, я думаю, самый экологичный путь. Потому что ты узнаешь всю систему внутреннюю, узнаешь, как работать с личным кабинетом. А потом, на самом деле, ты вкладываешь деньги в товар. У нас очень много сейчас сейлеров, которые продают свое обучение. И, например, к ним на обучение ты уже должен прийти с большими вложениями. То есть минимально это 200 тысяч сомов. И на самом деле, я думаю, что сегодня это все зависит от себя. А купишь за свои деньги или нет? Вопрос вот к вам. К вам, чтобы прийти, нужны ли вложения? Насколько я поняла, нет. А сколько стоит обучение? Сколько оно длится? Длительность обучения составляет месяц. То есть обучение проходит три раза в неделю по два часа. Я полностью предоставляю все нужные для этого инструменты. Так же, как платные программы, так же и бесплатные программы. Предоставляю поставщиков, где менеджера, они могут сразу все полностью проходить на практике. И далее уже есть такие менеджера, которые со временем обучения уже продолжают с ними работу за заработную плату. То есть это полностью все окупается. Тут идет и практика, и обучение, и уже зарплата идет. Если мы говорим про зарплату, на что могут рассчитывать ваши ученики, которые затем будут сотрудничать с кем-то из производителей? Начинающий менеджер, он зарабатывает от 10 тысяч сомов и выше. Также есть такие направления, когда менеджер просто может взять, допустим, сделать карточку или взять только товар на продвижение. То есть есть даже такие менеджера. Поэтому у меня работают мамочки в декрете, студенты. Есть такие менеджера, которые закончили свою деятельность и уже полностью углубились в мир маркетплейсов. Есть один менеджер, я ему очень горжусь. У нее трое замечательных сыновей, и она уже вышла на хороший заработок, 50 тысяч сомов в месяц, работая дома, воспитывая детей. И как бы зарабатывает удаленно. Воспевает еще и работать. Ничего себе. Здорово. Ну, я уже думаю, что здесь уже клиенты, да, первые покупаем. А обучение-то сколько стоит, да? Давайте, да. Я сейчас до этого скажу нашим зрителям, что если вы хотите обучиться у Вероники, вот номер телефона и Инстаграм сейчас у вас выйдут на экранах. Вероника, нижний слэш, ВБ, Кейджи и номер телефона 0550 55 88 21. Вы можете писать на эти номера телефонов и более углубленно спросить у Вероники про обучение, про, думаю, стоимость. Ну, стоимость вы нам можете сказать? Да, стоимость обучения 30 тысяч сомов. Ну, мне, знаете, что изначально понравилось, я для себя отмечу, мы общались с разными селлерами, и даже если не говорить про передачу, а про тех, кто выходит, например, в таргетированной рекламе, люди там обещают какие-то невероятные заработки. Мне уже нравится, что вы честно говорите о реальных доходах, которых может добиться человек. И, в принципе, я думаю, что там уже далее все будет зависеть от самого ученика, от того, насколько он себя сможет хорошо и грамотно продать. Да, потому что я советую сразу, вот ко мне очень многие обращаются, вы предоставляете трудоустройство. Я предоставляю трудоустройство тем, кто действительно хочет этого, то есть это сразу видно по человеку. И, конечно, я советую сразу ввести блог, страничку в Инстаграме, можно в ТикТоке, кому как удобно, но это действительно больше доверия будет у производителя. Личный бренд никто не отменял, в общем. Это будет только на пользу, на руку играть, в принципе, в дальнейшем, потому что, когда люди видят, что ты работаешь... И лояльность больше становится. А вот сколько в день часов тратит менеджер на работу? Это зависит, конечно, от загруженности, именно поэтому я собрала уже в свою команду несколько менеджеров. В среднем где-то 3-2 часа на кабинет. Если большое количество товара, то у меня на одном кабинете там может и 2, и 3 менеджера работать, и каждый менеджер уделяет на этот кабинет по 2-3 часа. То есть здесь можно и совмещать работу даже с какой-то основной. Даже можно быть за границей и работать. Да, это удаленная работа, это очень классно, позволяет путешествовать. Правильно ли я понимаю, что в вашей команде в итоге остаются звездочки с вашего курса? То есть именно те люди, которые наиболее круто себя проявили. Как это происходит? И есть ли шанс у тех, кто сейчас смотрит наш эфир, попасть в вашу команду? Шанс есть всегда. То есть есть такие менеджера, которые только обучились. Я понимаю, что у него есть предрасположенность, есть желание. Я начинаю параллельно давать ему поставщика, и тут же у нас начинается практика. Я его постоянно обучаю, мы встречаемся, получается, разбираем все вопросы, которые у него есть, что-то непонятно. То есть может попасть абсолютно каждый. Сколько уже людей прошли через ваши заботливые руки преподавателя? Менеджеров я обучила, если честно, я даже не считала, где-то более 250 человек. Ух ты! Из них половина это идет селлеров, которые хотят выйти на ВБ как продавец, и половина уже идет как менеджера. Но последние три потока у меня просто девочек разобрали. То есть у вас есть, как вы и говорили, партнеры, и на самом деле хороших специалистов, я думаю, разбирают сразу. Ну да. Сейчас Вайлборис, вот покажи мне человека, кто не знает, что такое Вайлборис. То есть на самом деле это такая очень тема обширная, и каждый сейчас второй уже знает, что такое Вайлборис, и что на самом деле там можно заработать деньги. То есть это не сетевой маркетинг, это не пирамида. То есть нужны все есть возможности, вот тебе маркетплейс. А что касается, например, вот вашей занятости, вы как руководитель, сколько часов в день вы затрачиваете на работу? Ну я такая гиперответственная, я постоянно все контролирую, поэтому я сижу с 10 утра, порой даже до 3 ночи. До 3 ночи. Постоянно я мониторю кабинеты, что-то улучшаю. В основном, так как я взялась на продвижение, безусловно, я больше отвечаю за это, и поэтому всю связь с поставщиками веду я. То есть как, что нужно, сколько нужно вложений. Вероника, когда вы спите? Я после трех. Скажите, пожалуйста, а если, например, я хочу стать вашим партнером, у меня есть производство, то есть свейный цех, так же можно к вам обратиться? Деньги есть? Ну вот, я предполагаю, а если есть, да, надо спросить, надо уже визуализировать. Да, конечно. В основном мы занимаемся именно с нашими производителями работаем. Есть как и маленькие цеха, так и большие. То есть они дают вам товар по себестоимости, и вы процентовку даете или как? То есть они к личному кабинету совсем не прикасаются? Или они контролируют? Нет, они, конечно, тоже контролируют. Всю онлайн работу просто Вероника и ее ученики берут на себя, все, что связано с личным кабинетом, да? Да, они, получается, производители уже делегируют нам все то, что связано с маркетплейсом, и они могут уже спокойно начать разрабатывать, допустим, уникальные какие-то модели, предоставлять нам качественный товар в нужном количестве, а остальное полностью уже делаем мы сами. Их задача отшить и отправить товар в Россию. Все, остальное мы уже делаем сами. А у вас есть какой-то регламент для партнера, то есть они должны минимум выпускать такое количество одежды? Пока что нет. Это такие менеджеры-контролеры, да? Вы должны, вы производитель, мы ждем от вас. У вас 50 рубашек, я с вами не разговариваю. Ну, конечно, количество здесь нужно, да. Будет намного легче продвинуться, нежели чем зайти с маленьким количеством. Даете ли вы какие-то рекомендации тем, кто к вам обращается, и с производителей, может быть, где что-то нужно оптимизировать, какие-то процессы, да? Что может быть в тренде вот такого рода консультации? Да, конечно, мы делаем аналитику товаров, то есть есть такие товары, с которыми в данный момент не стоит заходить на маркетплейс, то есть либо не сезон, либо уже тренд прошел, либо лучше с этим товаром зайти ближе к Новому году, потому что там, допустим, все думают, что сезон платьев у нас там летом, весной, да, но на самом деле сезон платьев, он начинается осенью, потому что все покупают товары перед Новым годом, и на ВБ есть такая акция огромная, Черная пятница называется, именно все селлеры, они как раз-таки готовятся к этому сезону. Вот, поэтому мы предоставляем нашим поставщикам аналитику товаров, что с этим товаром стоит выходить, с этим нет, и, конечно же, даем рекомендации, как правильно нужно продвигать, потому что на продвижение уходит большое количество времени и бюджета. Вот в одном наборе группы сколько человек? Я набираю 10 человек. Ну, мне кажется, это вот такой, у вас, значит, так сфокусировано, я думаю, это даже не обучение, это наставничество, да, у вас будет? Ну, да, скажем, уникально стараюсь поработать индивидуально, даже мы остаемся после занятий, если что-то непонятно, уже разбираем там за чашкой кофе все возникшие вопросы, поэтому все как бы остаются довольными после обучения. Вероника, а если говорить про мотивацию, с 10 утра до 3 ночи вы работаете, как это возможно, и что именно вас зажигает, почему вы именно такая гиперответственная, то есть это работа, которая вам так нравится, или вы сама по себе такой человек? В общем, может быть, несколько советов просто для людей, которые, может быть, прокрастинируют, да, они могут собраться немножечко. Ну, главное, чтобы вам эта работа нравилась, я думаю, если эта работа будет нравиться, как бы, вам, то вы будете уделять ей большое количество времени, то есть не нужно пугаться, что это работа с 10 до 3 ночи, нет, это просто мое желание, пока что у меня есть такое большое количество времени, чтобы отдавать себя данной работе, а так менеджера, они могут заниматься это 2-3 часа в день и спокойно уделять время и семье. Скажите, пожалуйста, вот насколько человек должен быть подготовлен к этому обучению, то есть я хочу сказать, вот насколько человеку подойдет эта профессия обучения, я думаю, это работа на внимательность, это усидчивая достаточно работа, да? Да, здесь очень важно внимание, потому что мы все-таки работаем с ценами, если что-то не так установить, то, конечно… Бюджетную рекламу можно слить. Да, это точно, вот, и для работы понадобится только ноутбук, как я уже сказала, желание, внимательность и постоянно нужно улучшать свои знания, да, потому что маркетплейс, он не стоит на месте, он все же постоянно вносит обновления в интерфейсе, постоянно обновляет ту же рекламу, вы можете полгода назад обучиться, потом прийти с этими знаниями, все, я готова работать, а уже нет, здесь уже нужно заново обучиться для того, чтобы понять, как сейчас работает. Если вот наши зрители хотят освоить профессию на Wildberries, на самом, одним из самых прибыльных и крутых маркетплейсов в СНГ на сегодняшний день, то обращайтесь к Веронике, обучение, вы уже узнали программу вероника, нижний слэш, вб, нижний слэш, кейджи, 0550-558821. Можете писать по WhatsApp на данный номер и консультироваться у Вероники. На самом деле, я думаю, Вероника вы уже за интервью, нашим зрителям показали, насколько вы специалист в этой сфере, насколько окупаемость есть, да, стоимость обучения. И я думаю, что для женщин, действительно, кто, вот вы говорите, мамочки в декрете, которые должны совмещать сегодня детей, быт, да, и хочется на самом деле развиваться, работать, это отличная возможность подключиться к новой онлайн-профессии. Скажите, пожалуйста, какие у вас дальнейшие цели, планы, то есть это расширение команды, либо вы думаете уже выйти тоже как селлер? Я тоже являюсь селлером. У меня более сезонный товар. Я планирую сейчас уже открывать свою небольшую компанию, где уже у меня будет большое количество менеджеров, и я смогу полностью уже делегировать моим менеджерам, более ответственным, все ведение кабинетов, и уже более контролировать определенные процессы, да, такие как продвижение, самое важное. Я думаю, вы скажете, и улететь в Египет. Ну и оставить, которые будут. Заниматься челпон виндсерфингом. Кстати, да. Ну, а что касается вот ваших личных увлечений, чем вы еще увлекаете, помимо Павел Борис? В 4 утра уже, соответственно. Ну, у вас же там с 3 до 10 много времени. Утро или свободное время. Я люблю горы. Я постоянно хожу в какие-то кемпинги, походы с ночевкой. Вот недавно была Олимпиада 1 мая, мы ходили на пике, как раз она была утром, то есть я закончила свою работу. Перед пиком еще в 4 утра я обязательно зашла, проверила. И, соответственно, пошла покорять данную вершину. Помимо этого, мы тоже с мужем сейчас пришли к тому, что мы хотим путешествовать. Вот. Ну, то есть мы не сидим на месте. А ваш муж тоже занимается в этой сфере или у него совсем другая деятельность? Нет. Потому что я очень часто вижу, когда вот женщина занимает, вот жена дома занимается в Вайлборис, через 2-3 года, я смотрю, уже муж бросил работу, тоже пошел на Вайлборис, либо, ну, аналогичная профессия, именно связана с фрилансом, да, все равно вот такой график выбирают. Нет, у меня муж занимается совершенно в другом направлении, но он меня полностью поддерживает и во всем помогает. То есть мы с ним вместе мой товар упаковываем, маркируем, отправляем. Отлично. Спасибо вам большое, Вероника, за такую открытую, откровенную беседу. Очень интересно. Да, очень интересно. И на самом деле даже мы, я думаю, задумались об этой профессии. Я думаю, онлайн-профессия – это профессия будущего, когда вы можете на самом деле быть где угодно, когда угодно, и заниматься вашим делом в удобное для вас место и время. Ну, на самом деле каждый раз задумываемся, когда у нас такие интересные гости. Вот почему до сих пор сидим ведущими, работаем на телеканале НТС. А потом продолжаем работать, да? Да, да, да. Я напоминаю нашим зрителям о том, что если вы хотите пройти обучение у Вероники, хотите обучиться именно менеджерству на Вайлборис, то обращайтесь по номеру телефона 0550 55 88 21. Или же пишите в Инстаграм. Я думаю, в Инстаграме уже есть успехи ваших учеников. И как говорит Вероника, на самом деле, правда, сейчас нужно ввести личный аккаунт и зарабатывать личный бренд, чтобы у людей было доверие к вам. Мы на этом продолжаем наш эфир. Смотрите далее сюжет.